Яковлев в сердцах молодежи утверждают авторы фильма с таким названием, созданного в год 170-летия Патриарха. Заказчик Чувашкино, творческая группа, журналист и оператор адресовали свое произведение широкой аудитории, неограниченной возрастными рамками. Что из этого получилось, узнала наша съемочная группа. Иван Яковлев действительно явление. Он оставил глубокий след и в педагогике, и в культуре, и в науке Чувашии. Его жизненный путь – пример истинного служения своему народу. И он нужду знал, и нужду зная, воспитываясь в этой земле, в этих условиях, он стал самым добрым человеком, доброй души, доброго сердца. И он построил на собственное средство в Симбирской Чувашской школе терков. Лев Кураков отметил, были времена, когда о вкладе великого просветителя предпочитали не говорить, и даже имя его не упоминали. Историческая справедливость восторжествовала, и сегодня труды Ивана Яковлева образованные соплеменники знают наизусть. Но есть угроза, что будущие поколения в силу процессов глобализации могут забыть, что завещал нам Патриарх. Случай, когда автор текста, журналист Алексей Енейкин, услышал от своего сверстника вопрос, а кто такой Яковлев, и натолкнул его на идею фильма. Вот этот фильм как раз послужил бы очень хорошим ответом для таких людей, непонимающих. Вот где мы живем, в школьной программе у всех было учили, знаем. В своем очерке Яковлев в сердцах молодежи коллеги доступным языком рассказывают о том, кто такой Иван Яковлев, и почему так важно сохранять память о его просветительском подвиге. Согласитесь, создание чувашского алфавита, после чего целая нация обрела письменность, ничем иным и не назовешь.